Давайте докажем теорему о структуре решений уравнения Пеля. Я уже могу считать, что есть какое-то решение. Взяв какое-то решение уравнения х квадрат минус до у квадрата, переберем все пары с меньшей величиной. Да, здесь еще важно. Когда х увеличивается, то у здесь тоже увеличивается. Поэтому, когда вы смотрите на структуральные числа и решаете это уравнение, то увеличение х автоматически соответствует конечно увеличению у и наоборот. Так вот, зная какое-то решение, давайте переберем все пары с меньшим х и у и посмотрим, нет ли там. И из всех решений возьмем самое маленькое. Давайте это запишем. Среди всех решений выберем то, где величина х самая маленькая. И давайте его обозначим. Это решение обозначим АВ. То есть А квадрат минус ДВ квадрат равно единице. А это нейтральное число, АВ это нейтральное число. То есть они больше нуля и целы. Оказывается, в таком случае все решения получаются по такой замечательной формуле. х плюс у корней из ДВ это есть А плюс В корней из ДВ в некоторой натуральной степени. И соответственно, если вы перед корнем из ДВ измените знак, то, что знаете, перейдете к сопряженному, тогда в алгебре всегда можно. Если верно с целыми числами АВ и ЦИУ такое равенство, то можно везде поменять знак перед корнем из Д, то тогда будет, соответственно, вот так. И автоматически мы получаем формулу для числа Х. это есть А плюс В корней из Д в степени Н плюс А минус В корней из Д в степени Н полам, да? Ну и для ИК. Соответствующая формула А плюс В корней из Д в степени Н минус А минус В корней из Д в степени Н деленное на 2 корня из Д. Вот оказывается, что это решение, и никаких других решений нет. Доказать, на самом деле, это очень несложно, но для полноты картины нужно. Смотрите, во-первых, почему все вот такие пары действительно являются решениями при любом числе Н? Да очень просто. Это просто формула из алгебры. Х квадрат минус Д и у квадрат. Смотрите, как будет разлагаться. Как Х плюс У корней из Д умножить на Х минус У корней из Д. Ну замечательно. Х плюс корень из Д это вот это. Это значит будет А плюс В корней из Д, да? В степени Н. А Х минус это будет А минус В корней из Д в степени Н. Ну и отлично. Теперь это записываем так. А плюс В корней из Д умножить на А минус В корней из Д. И все это в Н в степени. То есть А квадрат минус ТВ квадрат в степени Н. То есть единица в степени Н, то есть единица. Отлично. Теперь, ребята, дальше у меня на самом деле два варианта. Я могу дальше доказывать, что нет других решений. Или активно используя иррациональности, или таким методом, в котором почти не будет иррациональности, но зато будет такая фраза «из одного решения делаем новое решение». Давайте сделаем так. Сначала без иррациональности, потому что, ну мало ли, кто-то там, может, не очень вообще верит, там, знаете, существует ли этот вообще корень из Д или не существует. Давайте я попытаюсь рассказать сначала, не используя вообще понятие, более-менее не используя понятие корня, значит, что других решений нет. То есть вот формулы, которые здесь написаны, дают бесконечно много решений. В качестве Н можно брать 1, 2, 3 и так далее. Будут получать, конечно, разные решения, потому что у меня А плюс Б корней из Д, это что больше единицы, да, все время будут получаться разные числа. Вот, других решений, кроме вот этих, на самом деле нет. Докажу я это сейчас довольно, на самом деле, скучной процедурой, но зато мне, так, это все будет, да? Но зато мне кажется, что ее очень полезно, эту самую процедуру, прочувствовать. Ферма, когда придумал это, вернее, он придумал это для многих сразу уравнений, вообще считал это главным достижением своей жизни. Он, в общем, много всего математики придумал, но вот эта идея, вот этого спуска, как из одного решения уравнения получать другое, ему вообще казалось, что это вот самое замечательное, что он в теории чисел придумал. Ну, он, правда, это для очень многих разных уравнений, а не только для уравнения Ферлия, но, вернее, поехали. Я уже рассказывал это на примере уравнения х квадрата минус 2у квадрата минус 1 и так далее. Мы сейчас, смотрите, что сделаем. Предположим, что есть какое-то решение вот этого уравнения, где х больше нуля, у больше нуля. И предположим, что при этом у меня х не равно числу а. так вот, в таком случае построим решение, где х и у меньше, и тоже будут натуральные числа. Понятно, что это даст противоречие, потому что, смотрите, если я имел бы какое-то вот произвольное решение, которое по этой формуле не получается, и я умею его уменьшать, то я бы его еще раз уменьшил, еще раз уменьшил, еще раз уменьшил. И в таком случае это называется бесконечный спуск. И я рано или поздно получил бы, вернее, не рано таки, получил бы противоречие. Невозможно натуральные числа бесконечно уменьшать. Так, теперь, вот это философское было объяснение, а теперь математическое. Математическое объяснение такое. Вот представьте себе, что у меня есть такой уравнений. я сейчас возьму, его напишу в виде х плюс у корней из д умножить на х минус у корней из д. Вы скажете, обещал без нерациональности. Обещал. А можно будет от них, как строчек, просто зачеркнуть, потому что дальше у меня будут формулы только с целыми числами. Но для того, чтобы до них догадаться, самое простое, это писать уравнений. Так вот, здесь пишу а минус б корней из д. А здесь пишу а плюс б корней из д. Это тоже единицы. И перемножаем. Получается такая штука. ах так я сразу умножаю. ах минус бды минус бды это плюс этих дальше плюс плюс что а у да минус б х умножить на корень из д. Так, это одна скобка. другая скобка. ах минус бды здесь минус а у минус б х корней из д. Вот это тоже будет равно единице. Для чего я это сказал? А вот для чего? Чтобы не выписывать вам просто так эти два выражения. Теперь, формально говоря, можно про это забыть. И если пытаться рассказать без использования корней, то сказать надо так. Возьмем выражение а х минус б д у возведенное в квадрате и вычтем из этого д умножить на а у минус б в квадрате. раскрывая скобки легко проверить, что это то же самое, что а квадрат минус д б квадрат умножить на х квадрат минус д и квадрат. Ребята, разрешите мне не заниматься раскрытием скобок. Вот честное слово так и будет. Ну, давайте я гимнус прокомментирую. То есть, вот это вот произведение, да, когда будете смотреть удва произведения, то они просто напросто уничтожатся. Потому что здесь будет 2 а у с минусом, а здесь будет а плюс минус 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 и с минусом, то есть с минусом, да? Вот, в общем, честное слово, это так. А значит, это будет единица. То есть, от решения x, y мы умеем переходить к новому решению. ax минус b, dy ay минус b, x Вот, ребят, сейчас нужно доказать такую же, если у нас x больше, чем а, то есть здесь написал не равно а, но на самом деле из-за того, что не равно а, поскольку а было наименьшее, следует, что на самом деле x больше, чем а, да? Если x больше, чем а, то в таком случае, вот эта пара, это тоже натуральные числа. Что значит, что это натуральные числа? Это значит, я должен сейчас доказать, что а, x больше, чем v, dy и я должен доказать, что а, y больше, чем v, x ну и на самом деле еще полезно доказать, что вот эта разность, она меньше, чем x, то есть произошло уменьшение. Или то же самое, это меньше, чем y. Ну, давайте посмотрим вообще, реально ли с этим разбираться. Можно ли как-то доказать, что а, x больше, чем v, dy вообще, а, x больше, чем v, dy это ровно то же самое, что а квадрат x квадрат больше, чем b квадрат что там d квадрат y квадрат. Согласны? надо работать дальше. x квадрат заменить как 1 плюс dy квадрат 1 плюс dy квадрат это правда. Замечательно. Надо доказать, что это больше, чем v квадрат d квадрат y квадрат а квадрат dy квадрат переносим сюда и d выносим и даже y квадрат тоже выносим, да? так вынесли что здесь осталось? Здесь осталось b квадрат d согласны? я не согласна? по-моему согласна b квадрат d осталось здесь а здесь что осталось? слушайте а вроде бы это очевидно a квадрат минус d b квадрат это же у нас единица а это вообще минус dy квадрат все победа пожалуйста меня проверяйте при этом способе рассуждения просто надо проверять и проверять и все получится так получилось получилось давайте таким же образом проверим здесь позволим в квадрат а квадрат y квадрат больше чем b квадрат x квадрат хорошо хорошо теперь что дальше давайте вместо x квадрат напишем 1 плюс dy квадрат что будет а квадрат y квадрат больше чем b в квадрате плюс плюс что там d b квадрат y квадрат хорошо теперь я переношу d b квадрат y квадрат туда и получаю следующее a квадрат минус d b квадрат умножить на y квадрат больше чем b квадрат вот а это у меня единица значит фактически надо доказать что y квадрат больше чем b квадрат а это правда это правда кстати ребят я мог бы вот это вот не делать потому что на самом деле достаточно было одно из этих нерависти вы же помните там на самом деле это было вообще не нужно можно было это не проверять потому что это согласитесь что проверяется совсем-совсем просто так осталось единственное осталось понять почему же на самом деле произошло уменьшение если пользоваться идеей иррациональности то ситуация абсолютно понятна потому что мы делили на а плюс б корней из d если не пользоваться иррациональностями то надо оказывать такое неравенство что вот это вот число меньше чем у ну в общем мне не жалко я могу и догадать а у минус пх надо доказать что меньше чем у ну смотри все просто у переношу в другую часть получится а-1 умножить на у меньше чем бх ну и дальше наше любимое занятие возводим в квадрат а-1 в квадрате у в квадрате меньше чем б квадрат так вместо х квадрат я уже могу писать 1 плюс d-2 иррик квадрат так иния сейчас ирик квадрат будет с каким коэффициентом а-квадрат минус 2а плюс 1 да здесь коэффициент минус db квадрат и надо доказать что это меньше чем b-квадрат а-квадрат минус db-квадрат это на самом деле у нас единица поэтому получается так 2 минус 2а надо доказать что это меньше чем b-квадрат а это правда потому что а-это натуральное число значит скобка у нас не может быть больше нуля вот и все ребята вот это называется решение методом бесконечного смысла уверен что никакого особого восторга вы сейчас не испытали потому что вычисления были достаточно скучные но вообще-то метод замечательный если не смотреть на конкретные неравенства посмотрите пожалуйста что здесь произошло я предположил что есть какое-то решение из него построил меньше таким образом я буду уменьшать 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 при этом фактически будет происходить деление на то выражение а плюс b корней с д рано или поздно поскольку натуральные числа нельзя уменьшать бесконечно у меня получится противоречие или я получу число а а тогда назад откручиваем вообще все теорему о структуре решения сравнения фелля мы с вами доказали субтитры